Только вопрос, мы же в комнаты сейчас разделяться будем, или здесь все в одной комнате? Нет, мы будем разделяться на комнаты, и мы будем ставить на паузу, а записывать потом дебриф, который будет у нас самый мясной. Мне кажется, и так. Вот, Женя, привет. Привет. Смотрите, нас уже... Мы уже проценты... 50%. 50%. Так вот, ребят, продолжаем наш сегодняшний митап. Знакомимся с Mural, включаемся. Выберите себе аватар, вот сюда, на какую-нибудь иконочку, и подпишите свое имя. Давайте две минутки возьмем. Три. Чтобы, может быть, кого-то еще подождать. Сейчас я ссылку брошу еще раз сюда. Включайтесь. Нам потом эти аватары пригодятся, когда мы будем играть. Можно ссылочку еще разочек кинуть? А я только что продублировал, Женя. А, блин, меня просто не на экране. Все, нашел. Спасибо. Спасибо. Включайтесь. Я тоже включусь. Какой-нибудь... А тут есть одинаковые иконочки, это ничего? Но вдруг кому-то понравятся одинаковые иконочки. А как мы друг друга различать тут? А по имени. А, окей. Вероятность того, что попадется одинаковой иконкой и одинаковое имя, по-моему, не очень высокая. Ну, она есть, поэтому я подпишу вам ее с фамилией. Ну, она есть, фамилия. Хорошо. Хорошо. Еще полторы минутки. А кто хочет голосом прокомментируй, почему такой аватар выбрали и почему под ним подписались? Поделитесь. Ну, мы вот позавчера купили духовку. Себе домой мечтаем пиццу испечь. Я поэтому пиццу увидел и захватил ее себе. Угу. Понятно. А я смотрю, кто-то курицу двигает. По-моему, тоже кто-то купил духовку. Может быть, просто кто-то голодит. Это я. Я выбрал вот эти ручки, потому что мне кажется, что это прям классно иллюстрирует наше сообщество. А я выбрал вот какую-то поровную цепь, наверное, или ссылку. Битая ссылка. Мне показалось, что это какие-то цепочки какая-то. Не знаю почему. Потому что подумал, что ее никто не выберет. Ребят, включайтесь. С кем еще мы не знакомы? Я новенькая. Вы тут немного знакомы. Всем привет. Меня зовут Света. Я выбрала такого парня с ключиком. Потому что я сейчас занимаюсь новой командой, которой очень сложно найти подход. И в целом я ищу все, что меня вдохновит делать это эффективнее. То есть ищу ключики. Поэтому ключик. Супер. Супер. Ну все. Давайте тогда двигаться в центр нашего, вернее, к цели нашей сегодняшней встречи. Так. И я переключаюсь. Можно попросить ссылочку, кто только подключился. Да, Андрей. Да, да, да. Сейчас. Вот. Заходи. Итак, давайте, ребят, знакомимся кратко и быстро с интерфейсом Twig. Ссылку я сейчас тоже брошу. Она откроется у каждого своя, индивидуально. Но мы, понятно, что будем работать в команде. И поэтому, забегая вперед, сразу скажу, будем работать в тройках. Соответственно, одна доска на троечку. И, соответственно, будете там оперировать. Но чтобы сейчас разобраться быстренько с интерфейсом, заходите все на свои версии и смотрим. Итак, смотрите. Для тех, кто играл когда-нибудь в подобные игры, в Get Kanban. Напишите плюсик, кто в Get Kanban играл. Просто, чтобы было понятно. Когда-нибудь, где-нибудь, хотя бы раз. У нас, значит, Дима только не играл. Все остальные играют. Поэтому, Дим, поскольку мы будем работать в тройке. А, еще вот, вижу, еще у нас это есть. Поскольку будем работать в тройках, наверняка там кто-то попадется, кто немножко играет. Поэтому, думаю, что разберемся. Итак, у нас с вами вот этот экран, основной рабочий стол. Я просто быстренько правила объясняю. Здесь игра начинается с 43-го дня и продолжается до, по-моему, 53-го. То есть, или там 56-го. Ну, неважно. Короче, две недельки отыграем. Структура, механика игры очень похожа. То есть, у нас с вами есть какой-то процесс у команды. Так, 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 Егор выключил звук. Есть какой-то процесс у команды. Он виртуализирован в виде доски. И есть какая-то потоковая работа. Соответственно, что мы с вами делаем? Делаем, как в Геткомбане, выставляем людей. Соответственно, управляем процессом. Распределяем их по зонам ответственности. Ну, и, соответственно, реагируем на какие-то изменения в процессе. Они заложены, и они причем не повторяются. Они случайным образом проходят. У нас будет с вами у каждой команды одна и та же цель. Сегодня первый раз. Потому что нам нужно с вами научиться основной механике именно в этой игре. Цель будет простая. Оптимизировать существующий процесс. И для этого, конечно же, нам нужно понимать, а что с ним происходит. У нас есть с вами инструментарии в виде различных диаграмм, которые находятся вот здесь. Вот показываю. И, соответственно, эти диаграммы нам нужны для того, чтобы проанализировать, что происходило в нашей команде. Какие есть диаграммы? Их очень много. Мы будем использовать с вами, наверное, не все. В первую очередь, есть диаграмма пропускной способности. Нет, не будем смотреть. Давайте сейчас скажу, какую. Будем смотреть вот эту диаграмму. Первая. Это уже к 43 дню картинка в нашей команде выглядит таким образом. То есть видим, что чем больше времени проходит, тем срок увеличивается. Кажется, процесс не очень оптимальный. Есть у нас с вами, где же, где же, где же CVD-диаграмма. Вот она. Она выглядит вот таким образом. Я ее беру. Вот она. Вот таким образом. И тоже можно посмотреть, а что происходило. Видим, что сейчас у нас там незавершенка. 8 элементов на этом самом. И в среднем вот сейчас 16 дней среднее время цикла. Есть у нас с вами вот такая диаграмма. Так, суркут не смотрим. Сейчас скажу. Вот это вот. Вот это наша с вами пропускная способность за эти дни. Видим, что вот, допустим, несколько дней назад мы выпустили два элемента, а в среднем у нас вот такая вот пила. Все умеют их же читать, наверное, да? Все понятно. Вот. И есть последний у нас с вами дашборд, который, в принципе, суммирует, что сейчас происходит. Видим, что... Где у меня тут какой-нибудь карандашик? Вот он. Мой любимый карандашик. Видим, что в среднем входной рейс вот такой вот пропускная способность у нас вот такая. И вот средний возраст элементов на доске вот такой вот, да? Шесть дней. Сейчас у нас с вами незавершенка. Восемь элементов. Для того, чтобы все там... Ну, есть какие-то параметры времени цикла, да? И, соответственно, на Монте-Карло пока не смотрим. Ну, чтобы не усложнять сегодня. Вот. Это дашборд. У всех к 43-му дню картинка будет одинаковая. Здесь есть вопросы, ребят? Окей. Возвращаюсь. Ага, возвращаюсь. Убираю карандаш. Это важно. Так, 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 так. И вот он. Очисти все рисунки. Все. Это с чем мы стартуем с вами. Возвращаюсь обратно. Соответственно, как она происходит? Игра. Повторюсь механику. Расставляем игроков. Кубики каким-то образом выбрасываются. Мы их не видим. Но у нас зачеркивается, как и, соответственно, в геткомбане, количество работы на этом этапе. Блокировка снимается аналогичным образом. Если мы хотим ее снять, соответственно, назначаем красненького вот сюда. Можно ли оперировать игроков, назначать игроков на другие стадии? Можно. Единственную, которую вам нужно сделать, это поставить вот здесь вот галочку. Это значит, что мы можем с вами управлять потоком. Видите, да? Сразу появились плюсики. Я могу это делать. Вот это единственная настройка, которую мы с вами сделаем, чтобы у всех было по чесноку. Потому что наша цель с вами – оптимизировать процесс. Поэтому с чего мы начнем? Сейчас мы разойдемся на командах. У нас с вами 13 участников. Соответственно, я предполагал, что комфортно в команде будет 3 человека, не больше. В этом случае проще коммуницировать. Игра несложная. И, думаю, решение на троечку принимать. Ну, и вовлеченность будет простая. Как только вы расставили игроков, наживайте begin work. Вот я сейчас нажму. Никого не назначил. Вот, видите, да? Вот она подвинулась. Все. И он пишет какие-то события. События читайте внимательно. Там какая-то есть полезная информация. Ну, как обычно. На английском языке, но он простой. Если кто-то думает, что не справится, я думаю, что он справится. Вот. И все. И последняя просьба. Давайте переименуем вот эти вот столбцы. Дизайн. Соответственно. Это build и test. То есть красный у нас будет дизайн. Это будет у нас build, а это test. У всех одинаково. Ну, там подсказочка есть у меня на доске. Есть ли вопросы по механике? Вот. Все ли понятно? Все. Смотрите, возвращаюсь в нашу игру. Сейчас на троечке разойдемся. Я специально заготовил скриншоты стартовых параметров. Для того, чтобы нам потом сравнить результаты. То есть, вот есть стартовый параметр дашборда начального. Есть параметры всех ключевых диаграмм. Что вам нужно сделать? Как только у вас завершается игра, пожалуйста, пройдите в раздел аналитики и сделайте скрины своих результатов. И поместите их в дашборд своей команды. Ну, вот, допустим, команда номер один. Сюда мы их помещаем. Вот. И ваша задача, как я уже сказал, здесь есть небольшое описание. Ваша задача – выбрать стратегию для улучшения процесса и обойти конкурентов. Но вы при этом не знаете, какую стратегию выбирают они. Поэтому в этом и будет небольшая интрига. Победить та команда, которая общим мнением признается, процесс которого признается лучше. Ну и потом мы, когда 25 минут будем играть в залах. Потом, когда 25 минут закончится, мы вернемся и пообсуждаем. Посмотрим, какие диаграммы, какие стратегии, соответственно, поделимся этими скриншотами. Посмотрим, как это можно дело применять уже в реальной какой-то своей среде. Ну и, соответственно, потом проведем небольшое ретро, чтобы в следующий раз вы сделали. По три человека. Поэтому смотрите, для чего нам нужны были аватарчики. Мы сейчас разойдемся. И вначале засетапьте, пожалуйста, вашу команду, когда будет понятно, кто там находится, своими аватарами вот сюда, чтобы мы видели, кто был участником какой команды, чтобы потом на память все это дело осталось. И у нас таких столов 8, поэтому я ориентировался на количество зарегистрированных. Но сейчас, я, Леш, вижу твою руку. Но сейчас, соответственно, будет у нас залов чуть поменьше. Задавай. Хотел уточнить, вип-лимиты менять можно только на старте или можем менять стратегию в ходе? Ты увидишь, что ты можешь менять их по ходу. Там есть настройки, чтобы их это не делать, но мы позволяем. То есть мы используем только одну настройку. Ты можешь их менять. Все. Играйся, смотри, оперируй. Это будет ваша стратегия. Так, все. Тогда, смотрите, когда мы сейчас разойдемся на зал, у каждого будет возможность пошарить экран. Соответственно, выбираете, кто будет у вас, грубо говоря, вашими руками и хостом. Все остальные помогают. И не забудьте поставить галочку, которая позволяет вам вип-лимиты менять. Через 25 минут таймер будет на доске. Соответственно, через 25 минут я вас всех позову. Если заканчиваете раньше, приходите. Не забудьте про скрины. Скрины мы сюда помещаем. Соответственно, номер команды соответствует номеру зала. И я буду ходить по залам, помогать, если что-то там, не знаю, подсказать по игре. Все. Давайте. Тогда попробуем. Ставлю таймер. Но я его пока сейчас еще не заведу, потому что нам нужно разделиться на зал. И случайным образом. У нас получается сейчас нас 14. Так, я себя не считаю. У нас будет получается... 5 залов сделаю. А если я сделаю 5 залов, и там будет двоечки, комфортно будет? Либо сделать побольше лучше? Ребят, скажите. Мне кажется, двойки неудобно, двойки. Да, вдруг кто-то там со связью будет проблемой. Хорошо. Пожор еще у кого-то. Тогда у нас одна будет четверочка. И ладно. И три троечки. Заодно узнаем, какая стратегия эффективнее. Больше команда или меньше команда. Мы играли в двойках. В двойках динамично. Ну все, поехали. Тогда открываю, приглашаю. Право шарить экран дал. Если что-то не пойдет, пишите. Все, и ставлю таймер. Погнали. И ставлю видео на паузу. Погнали. Так, ребят, все. Возвращаемся. Давайте обсуждать. Посмотрим, подведем итоги. Я предлагаю подводить итоги фотонок ключа. Поскольку у нас четыре команды, дать каждой команде время. Давайте минутку-две. Начнем с первой. Соответственно, рассказывайте, какие стратегии использовали, что использовали, смотрим, какой результат. И почему вы считаете, что вы достигли цели или не достигли. Окей? Вот. А дальше посмотрим, посравним, что у нас получилось. Все, давайте. Буду здесь ставить таймер. Минутка, две минутки. Первая команда. Давайте, ребят. Как у вас? Что использовали? Какой результат? Ну, у нас была какая-то стратегия, мы ее придерживались. Вот. Мы старались выровнять флоу для того, чтобы равномерно выдавать результат. И кажется, вот если посмотреть даже на final run chart, мы в среднем выдавали примерно одинаковую скорость. Одну-две фичи за спринт. Мы не гоняли за конкурентами. Вот. Важно было сделать качественно, выровнять поток. Не за спринт. Но выбросы есть. Лен, Лен, смотри, не за спринт, а за день. Каждый день выдавали поток. Да. То есть такой предсказуемый поток. Предсказуемый, да. Есть выбросы, конечно. Вот. Но это потому, что мы не сразу смогли договориться. Вот. Но веб-лиметы мы поставили, то есть по количеству однозадачи на человечек. И видим, что у вас, ну, вот этот scatterplot, да, диаграмма тоже снизилась, да? То есть все. Снизилась, да, да. И более-менее так. Конечно, выбросы все еще есть. Но под конец игры мы какую-то предсказуемость начали выдавать, когда поняли, как примерно механику игры, если честно. Ну, в этом-то и была задача. Спасибо. Спасибо. Давайте во второй команду пойдем. Ребят, расскажите, что вы, что у вас получилось. Вторая. Кто у нас? Света, Дима? Да. Да, здесь... Еще и Егор. Егор, да. Ну, у нас, кстати, тучи-то еще даже борды слева, не наши. Наши правее у нас, если кратко, то не получилось как-то сильно что-то поменять. Но зато у нас, я так понимаю, стало... Удалось, конечно, посмотреть, чтобы более-менее шел нормальный флоу. Но как-то сильно улучшить процесс у нас не получилось. Это вот эта ваша статистика, которую я сейчас двигаю? Наши правы, да. То есть получилось срупу такой же, как и начальный, был 0.37. Там 0.31 был, да? Соответственно, понятно. Хорошо. Давайте посмотрим третью команду. Команда 3. А где ваши графики? А это не наши, там как раз. Слева. Вот эти ваши, наверное. Я уже переделываю. Секунду. А, притащите? Да, конечно. Вот, перетащил. Скажу, вот, перетащите еще. Остальное, если можно подробовать, я успела повставлять. Не мой инструмент, я в мир и привыкла, честно скажу. Поэтому, пардон. Ничего. Давайте посмотрим. CFD. У нас что-то CFD не это. Правда? Вот, да. Вот это ваш CFD? Да. Похож. Давайте посмотрим сначала CFD. Как у нас результат какой. Окей. Что можно сказать по CFD? Не могу сейчас. Что выровняли мы поток в конце. Мы где-то взяли побольше задач, навалились. И поэтому в конце с тестированием испытали проблемы, потому что у нас было очень много задач на тестирование. То есть, несбалансированное. В общем, разбежались в конце. Потом у нас, да, амбиции, это, видимо, взяли вверх. И поэтому в конце у нас немножко неравномерность была. Вот. То есть, сначала, это ранчарт ваш? Или нет? Нет, это не тот график. Это или VIP какой-то. Это не тот график. Сейчас, ранчарт. VIP, ранчарт, да, нам нужен? Нам нужен не VIP. Нет, не VIP. Просто ранчарт. Просто ранчарт. Сейчас еще. Или с рукут ранчарт, он там. Он? С рукут к инстаграмму? Нет. Цикл там, да, 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 да. Это будет ранчарт, называется. Ну, давайте пока посмотрим вот этот график. Смотрите, смотрите, что по нему, по сравнению с первой командой, можно что-то сказать? Посравнивать, если. Есть выбросы. Есть выбросы, да? Менее стабильный процесс был. И в конце вот то, что сказали уже, в конце маленечко тоже разбалансировались. А, вот он, да, вот. Ага, да, ну вот оно видно, видно как раз, да, что вот есть выбросы и, соответственно, вот такая немножко пила, да. Окей. Ну, вы к концу сузили количество незавершенки, да, прям резко так сузили. Хорошо. И давайте четвертую команду посмотрим. Что у вас, ребят? Леш, у нас стратегия была примерно такая, ориентироваться, чтобы тестировщики максимально успевали заканчивать задачи, при этом разработчиков ориентировать на то, чтобы тестировщикам вовремя подавали задачи, но не слишком много. Мы в VIP-лимит уперлись один раз на тестирование и добавили его, это уже было под конец. И мы в тот момент бросили всех на тестирование, чтобы выиграть эти задачи, ну, чтобы уже завершать. Под конец у нас на доске одна задача осталась и три штучки в бэклоге. Вот, видно, что, да, коммунити-флоу-диаграмма у нас под конец тестирования совсем исчезла, потому что мы там прям все силы бросили завершить работу. И заметь, Леш, такой цели не было, да? Цель была немножко другая. Цель была стабилизировать поток, да, это последствия игры в Гет-Канбан, видимо. Окей, и поэтому графики у вас, они немножко... Кайчащие, да. Да, это самый нестабильный. Хорошо, коллеги, как вы думаете, вот если глядя на все четыре результата, отдайте кому мнение, кто победил, кто ближе к достижению цели оказался? Лучше потом. Первая команда. Первая команда. Да, пожалуй. Да. Окей, последнее, что я сегодня попрошу вас, мы сейчас закончим. Можно гонять бесконечно, да, мне важно, чтобы мы познакомились. Предлагаю повторить уже с более сложными целями, да, сейчас графики все знают. Монте-Карло можно делать, соответственно, можно усложнять задачу, например, повышать прогнозируемость и так далее. Но сейчас в командах по дебрифте, пожалуйста, еще раз суммируйте чисто для истории, какие стратегии сработали точно, чтобы вы вот в следующий раз по-другому сделали. И какой самый большой инсайд словили от командной работы? В тех же командах три минутки максимум, да, да. Сейчас я... Каждый на своих стикерах напишите, пожалуйста, и будем тогда завершать. Все, поехали. Открыл залы. Маленькая ретро. Маленькая ретро. Продолжение следует... так ребят давайте последний фидбэк результаты с ретро начнем тоже с первой команды в принципе стратегия соблюдать vip следить за равномерностью потока за загрузкой команды и взаимопомощь что мы могли бы сделать по-другому а мы один раз увеличивали vip лимиты и в принципе это дало вот нам потом скачок была не до загрузка команды можно было вначале не бояться брать задач и не самый большой инсайд в том что на примере этой игры можно показывать команде и пропускную способность и про лимиты сказывать вот и все она остается долей непредсказуемости важно договариваться важно помогать друг другу спасибо вторая команда ребят чего у вас у нас мы пришли к тому что надо было бы ограничить идеи витамики для того чтобы выровнять поток и выравнивать ее про взаимопомощь мы к этому пришли в целом и это тоже такое что оно работает да ну вот как-то да я добавлю я дополню что в принципе мы изначально большую часть того что мы делали мы проверяли гипотезы мы их тестировали то есть мы вырабатывали стратегию и как по мне надо больше времени на то чтобы разогнаться да понятно это работает вот в принципе вы были самые медленные да мы были такие медленные но мы бы в долгосроке смогли бы это показать где раки зимой ну хорошо так записали следующий раз егор обещает я предлагаю запустить оффлайн посоревноваться мы сейчас разойдемся и можно сюда докидывать еще свои результаты кто как мы кстати в одиночку сыграть и проиграть окей давайте третья команда ребят чего у вас так но у нас по стратегиям выбрали зафиксировали кросс-функциональность то есть до перекидывали тестер на дизайн дизайн блокеры по разработке и так далее чтобы сделали по-другому но мы несколько раз нарушали лимиты прямо на графиках это очень видно было и отразилось то есть мы до перестали выгнаться за каким-то мнимыми результатами и соблюдали вот те лимиты которые установили вот самый большой инсайт что ну да вот веб-лимит лучше не нарушать вот и не делать их большими здесь мы отталкивались кстати хотел тоже коллег спросить мы оттолкнулись по веб-лимитам от количества участников каждом из этапов на то есть у нас два дизайнера и примет 22 девелопер 3 девелопера и примет 3 и тестеры 2 и примет 2 вот какие были может быть другие какие-то и приметы кто-то устанавливал вот в частности у первой команды как вас ребят как вы определили лимиты если подскажете но мы так и определили одна задача на одного человечка смысле не одна задача один лимит одна задача в работе ну у нас дал то же самое было но и соответственно трижды или четырежды мы в конце раунда ближе 56 дню мы несколько нарушали понятно спасибо давайте четвертая команда чего вас любят так да ну стратегии мы выбрали завершать задачи как можно быстрее не брать лишнюю работу старались чтобы доска была разгружена и все было завершено то что взяли вот чтобы мы сделали мы бы уделили больше внимания выравниванию потому что мы увлеклись результатами а не выравнивание потока вот меньше бы рисковали наверное больше вы людей там накидывали на задачку чтобы во время завершить потому что один из наших инсайтов у нас один разработчик халтурил прям жестко халтурил он он несколько раз по нулю выкинул мы не знаешь так можно и кстати дай пара кросс функциональность непонятно здесь на игроки на чужом поле вообще как выкидывают насколько хуже чем на своем хуже но я не отслеживал точно не в правилах не сказано насколько вот по нулю я чё-то ни разу не видел по моему у нас раза три точно по нулю выкидывали разработчики ничего у нас не было до такого даже но это не боя сбрали просто ну и это самое попробуем уменьшить вип-лимиты хорошо все ребят спасибо вам большое классная игра получилась есть предложение повторить ее через некоторое время уже с более серьезными целями может быть даже с разными целями посмотреть как это сказывается на поток где-то кому-то запретить использование игроков на разных этих специализациях да где-то наоборот призвать какой-то утилизации все используем get вместо get комбана как альтернативу мне кажется такая простая достаточно игра для освоения и главное что там есть полезные эти вот эти графики метрики которые можно в принципе тоже очень просто наглядно показать своей команде все тогда спасибо вам большое всем хорошего вечера спасибо что вы можете рубить зум пока оставить нам можешь его не рубить пока оставим пока спасибо да мы хотим еще поиграть коллеги